Начинаем с мировой премьеры. Историческая военная драма Дюнкерк. Событие, которое изменило мир. То, что произошло, это колоссальная военная катастрофа. Фильм об истории спасения нескольких сот тысяч солдат в ходе Дюнкерской операции в начале Второй мировой войны. Событие начинается с окружения британских и союзных войск немецкой армией. Мы никогда не сдадимся. Пойманные в ловушку на пляже, находясь спиной к морю, солдаты сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией. Эвакуация в Британию может стать катастрофой. Нужно больше кораблей. С каждым часом враг все ближе. Тиски противника сжимаются все сильнее. Кто же придет на помощь? Фильм о настоящем самопожертвовании во благо Родины и Победы. Они задействовали гражданские суда. Гражданские? Тут нужны миноносцы. Овердрайв. Наш следующий премьерный фильм. Снят в жанре триллера с элементами добротного боевика. Это лента совместная, американо-французская. Мы расследуем серию угонов по всей Европе. И что-то часто рядом оказываются два брата по имени Фостер. Эндрю и Гаррет Фостер и братья ватюристы, промышляющие угоном самых редких и роскошных автомобилей. До сих пор им легко удавалось избегать неприятностей. Но во время очередного дела они попадают под прицел жестокого криминального босса. Вы украли у меня. Мы не знали, что это ваша машина. Может, мы можем быть полезны? Теперь в обмен на свои жизни братья должны провернуть невообразимую кражу. Макс Клэнд, угоните Феррари 62-го года прямо из его поместья. Даю неделю. И в завершении немного ужасов. У каждого дома есть своя история. У этого страшная тайна. Это слоган фильма «Ужасы Амитивиля. Пробуждение». Дом заставил Ронни де Фио убить всю свою семью в 74-м. Эту тайну придется разгадывать матери-одиночке. Она переезжает с тремя детьми в загадочный дом. С этим домом что-то не так. 40 лет ничего не происходило. В Библии 40 – очень важное число. 40 лет в стране царил мир. Может, зло появляется каждые 40 лет? Борьба со злом грозит жизни каждому, кто войдет в загадочный дом. Фильм насыщен спецэффектами, а некоторые эпизоды буквально заставляют вздрагивать. Он будто живой. Подводим итоги нашей киновикторины. Победителем стал Владимир Зотов. Мы обязательно передадим ему два билета в кино. А наш следующий вопрос. Назовите три из самых престижных мировых кинофестиваля. Свои ответы оставляйте на нашей страничке ВКонтакте и моем личном Инстаграм. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Ставьте лайки, пишите комментарии. Встретимся через неделю. Смотрите кино.